Здравствуйте всем! Хорошая игра. Играли соперник, который претендует на Лигу чемпионов. Наши игроки старались доказать свою состоятельность и то, что они занимают несоответствующее своим возможностям место. И им это удалось. К сожалению, в концовке пропустили ненужный гол, но очко – это тоже шаг вперед. Хочу поблагодарить тренерский штаб до этого работающего, который проделал определенную работу. И сегодняшний матч показал, что, в принципе, потенциал у команды есть. Будем развиваться и идти вперед. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, представляйтесь. Ваши вопросы. Андрей Викторович, здравствуйте. Антон Буялов в мире спорта. Вопрос такой, почему в перерыве заменили своих обоих атакующих игроков, выпустили свеженьких? Так вы же в вопросе дали ответ. Спасибо. Ну, то есть, именно такой был план? Конечно, мы оставили одного из самых технических футболистов на второй тайм. Знаю, что Локомотив играл совсем недавно тяжелую очень игру на выезде с рубины. И рассчитывали, что Зиньковский во втором тайме за счет индивидуальных действий поможет нам забить второй мяч и достичь победы. Спасибо. К сожалению, он реализовал пару моментов, которые можно было реализовать, на мой взгляд. Спасибо. Андрей Викторович, спортивное обозрение «Самары». Сколько у вас лично было времени на подготовку к этому матчу? То есть, скажем так, в процентном соотношении, сколько вы успели внести изменений в игру команды, в подготовку и так далее, и сколько на каких-то на прежнем багаже сегодня было? Да, 100% на прежнем багаже. Спасибо предыдущему тренерскому штабу. Коллеги, я думаю, у нас все. Спасибо. Спасибо вам. Всего хорошего. Удачи.